Мир боевых искусств Мир боевых искусств Мир боевых искусств Величие души, ума, благородство Что в данную жизненную ситуацию Человек начинает меняться И менять себя и свое окружение Часто мы говорим, что Я не знаю, что делать И как эту ситуацию изменить В рамках боевых школ есть учителя, которые ведут своих учеников на протяжении всей своей жизни. Так и мне когда-то повезло, и в свои 18 лет, когда формировался мой опыт, мои жизненные ориентиры, я нашел своего учителя, и пройдя с ним какое-то определенное время, переняв у него навыки, знания, продолжил путь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас приходят ко мне уже ученики, и последовательно я говорю им о том, что говорил мне мастер, о том, о чем он думал и мечтал, и вдохновлял меня на мою работу. И, по крайней мере, в каком-то ключе мне хотелось просто к вам обратиться через этот ролик, чтобы вы поняли, что боевые искусства – это не только угроза, это не только спарринг или какие-то навыки самообороны, это философия, это жизненный путь, которому можно чему-то научиться и пройти на протяжении всей жизни. Приходите заниматься в школы боевых искусств, традиционных видов, не только китайских, японских, русских школ. Есть хорошие последовательные разных направлений и дают возможность вам найти себя и найти свой внутренний мир. Мы часто говорим, что нет друзей, нет окружения. Здесь мы обретаем все – и своих друзей, и единомышленников. Некоторые начинают сочинять, некоторые петь, открывают в себе много талантов. Я бы хотел вам также немножко сказать, но уже в стихотворной форме. Я сижу у окна, размышляя под пением мантр, никуда не спешу, смотрю пристально вдаль. Новый день уготовил тебе испытание встань, пусть сознание видит, пространство уносит тебя. Отголосок звучит, мудрых искрин, открыт всем простор, действуй искренне, чувствуй, живи. Может, так же от маленькой искры родится костер, ты не знаешь, ведь все у тебя впереди. Старым миром простись, нет ни боли, ни страха, иди. Практикуй, и не бойся, что тело твое будет храмом надежды и нежной любви для людей, кто с несчастьем тебе подойдет. Сохрани свой посыл, дай другим все, что есть у тебя, только истину ты не губи. Эту просьбу пойми и прости не со зла, говори откровения свои. По форме тадисуань видно, что эти формы очень мягкие и непонятные. Руки достаточно неагрессивные, гладкие движения скользящие, но при этом нужно понять суть. Форма сама требует многогранного использования своего тела и, конечно же, сознания. Там нужно соединить тело и сознание. Если ты будешь делать это медленно, ты сможешь отконтролировать мелкие детали формы. А если ты будешь все делать быстро, у тебя не получится отследить, и твоя техника будет иметь несколько нестабильные действия или пустоты, незаполненные. Твое сознание будет бегать от точки К к точке Б и не понимать суть самого предмета. Поэтому сначала форму учат очень медленно и разбирают детально каждое положение. Мастера определенно знают каждый нюанс. И чем больше ты погружаешься в изучение Таулу и даешь возможность себе проникнуться вот этим состоянием внутреннего покоя и контроля действий, тем быстрее ты достигнешь результата. Конечно, уровень мастерства, он бесконечен. И много мне приходилось видеть мастеров, которые владеют уникальными способностями. Секреты этих способностей, они открывают, они лежат на поверхности. Но достичь этого очень сложно, если человек только прикоснулся к Таулу. Но если ты постепенно делаешь эту работу и ты начинаешь улавливать эти моменты, тебе даются они очень просто. И эти элементы становятся естественными. И ты понимаешь, что изучив их, ты овладеешь и следующими этапами этого мастерства. Бой, он происходит везде. В диалогах, в бизнесе, в обычной жизни, в переговорах, даже в семейной жизни. Здесь происходит всегда диалог, но иногда происходит и спаринг. Не говорят, что кто-то начинает физически, да, там, я сильнее, там, и так далее. Нет, здесь нужно перетянуть ситуацию в свою точку зрения, да, показать ее так, в таких условиях, чтобы человеку было понятно твои аргументы. И эти аргументы, они существенно меняют отношение человека к той действительной ситуации, в которой вы находитесь в поле. Контролируйте себя, свои эмоции, свое оружие. Не доставайте его лишний раз и не пугайте беззащитных людей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok